Здравствуйте, это Рынки Позиций, в суде, автор ведущей Елена Крупова. На текущей неделе битва фундаментальных и технических аналитиков продолжается и накаляются страсти. Во-первых, Федрезерв накануне принял решение о повышении ставки и дал довольно четкий план на 2016 год. Сейчас также сегодня проходит важное мероприятие. Это пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. И, конечно, это тоже большую часть нашей программы сегодняшней займет. Я напомню, что за команду фундаментального анализа на текущей неделе выступает Александр Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investments. А за команду технического анализа борется Кирилл Муравьев, управляющий партнер хедж-фонда Anchor Capital Management. Здравствуйте, уважаемые господа. Давайте вот вкратце пройдемся по тем ставкам, которые были сделаны вчера. И я напомню, что технический эксперт нам рекомендовал пропорциональный обратный путь спред по фьючерсу S&P 500. Итак, мы видим, что шорт одного опциона PUT со страйком 2070. Мы видим, что, исходя из котировок, 14 долларов было заработано. Убыток по двум лонгам опциона PUT со страйком 2020 составил 16 долларов. И, соответственно, общий убыток где-то в районе 2 долларов с этой позиции. Таким образом, ставка именно вчера не сработала, но, возможно, эксперт продлит ее и зачтем в недельном портфеле. И фундаментальный эксперт рекомендовал шорт кукурузы через ETF. Давайте посмотрим на графику. Увидим, что в целом довольно хорошо отработало, поскольку было открытие шорта с уровня 22 доллара 20 центов. Цель 19 и стоп 24 доллара. И практически чуть-чуть не дошло до указанной цели. Доходность практически составила бы 2%, чуть ниже этого. Поэтому ставка засчитывается сработавшей у фундаментального эксперта. И таким образом, сейчас мы видим, что счет команд 1-2 в пользу эксперта по фундаментальному анализу. А общий счет команд с начала текущей битвы, это 37-30 ведут эксперты технической команды. Итак, уважаемые господа, вкратце очень. Сохраняете ставку на опционы? Да, сохраняем. Как я уже говорил, у нас позиция достаточно относительно долгая. То есть мы будем удерживать до экспирации. Александр, ваша кукуруза. Ставку сохраняем и предлагаем передвинуть стоп без убыток на 22 по ETF значения цены. Для того, чтобы не потерять деньги и спокойно наслаждаться, как и по евро, и по кофе, и по кукурузе. Почти все, без убытки. Наслаждайтесь, ждите прибыль. Итак, Владимир Путин на пресс-конференции уже успел заявить, например, о том, что со второго квартала текущего года экономика России демонстрирует признаки стабильности. И говорил он довольно много о том, что для снижения ключевой ставки не нужно цыкать на центральный банк, а помогать ему снижать инфляцию и инфляционные риски. И нельзя подталкивать ЦБ к большей поддержке реального сектора. Он и так делает, где это возможно. Много других было заявлений. Скажите, пожалуйста, реагирует как-то рынок обычно на такого масштабного вида пресс-конференции? Да, разумеется, рынок реагирует. Как мы все прекрасно знаем, сейчас проходит масса событий в мире, которые могут оказать непосредственное влияние на котировки и на нефть, и на общее положение России на мировой арене. Поэтому да, проблем много, и страна хочет знать, какое видение имеет наш президент, и что он может предложить. Поэтому, разумеется, мы можем наблюдать некоторую волатильность, в том числе и по валюте, по рублю и по основным биржам индексам. Ну, сегодня вселяет оптимизм заявления, которые делаются со стороны главы российского государства. Но, Александр, к вам вопрос по поводу Федрезерва. Это тоже важная тема предыдущего дня. Скажите, ждали этого решения? Чем вообще сейчас будет руководствоваться рынок, последствия, план, который выдвинул Джонет Йеллен? Решение вообще идеальное. То есть рынки, на самом деле, получили то, что ожидали, и они не были слишком испуганы, они не были разочарованы. Слава богу, ставку повысили, повысили с очень мягкими комментариями. Я напоминаю, что 5% по безработице при одновременной инфляции не более 2%. На самом деле, это очень сложно достижимая цель, даже по текущим методикам расчета безработицы, которые вызывают вопросы. Поэтому, на самом деле, рынки получили очень длительное обещание иметь дешевые деньги долго. Наверное, это обещание поможет в следующий момент, когда произойдет какой-нибудь крах, как я жду в Азии. Поэтому ФРС отработала нормально. Смогут ли они уберечь весь мировой рынок? Наверное, нет. Сами в локальном зачете плюсом. Вот, кстати, есть уже комментарии российских чиновников относительно повышения процентной ставки. Вот господин Швецов, первый зампред Центрального банка Российской Федерации, говорит о том, что позитива от решения Федрезерва больше, чем потенциальных угроз. Решение ФРС не повлияет на бюджет Российской Федерации и практически не повлияет на курс рубля. Вот такую уверенность вселяет в нас глава Министерства финансов Антон Силуанов. Также говорят о том, что рынок должен осмыслить неожиданно четкие сигналы ФРС о планах на 2016 год. Я напомню, что накануне была ставка повышена до отметки 0,25% и согласно заявлениям, которые сделала Джанет Йеллен, Федрезерв планирует довести базовую процентную ставку до 1,5% в 2016 году в целом. И такие ожидания были заранее, до ее выступления. И 2,5% такова будет ставка по итогам 2017 года. Но оговаривается она, что все будет зависеть от экономической ситуации. В свою очередь, есть еще комментарий от господина Швецова о том, что решение ФРС может повлечь сокращение инвестиций крупных фондов в развивающиеся страны. Надеюсь, что Россию это не затронет. И предлагаю перейти уже к сегодняшним ставкам наших экспертов. У каждого из них есть ровно по 2 минуты для того, чтобы аргументировать, что же сегодня рекомендуется. По традиции, начинаем с технического эксперта. Кирилл, ваши 2 минуты пошли. Елена, спасибо. Дорогие телезрители, сегодня мы возвращаемся опять к теме S&P 500, в частности, фьючерса на него. Как известно, рынок отреагировал достаточно позитивно. То есть, решение повышения ставки пошло на руку быкам. И мы это видели в течение вчерашней торговой сессии, когда S&P устремился наверх почти к 2070 пунктам. Однако, как показывает практика, к сожалению, рынок не ведет себя достаточно таки настолько просто. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы увидим фиксацию прибыли и откат. Я думаю, что можно на этом заработать, зайдя в шорт, по уровню 2053 пункта. Обратите внимание на график, что как раз сейчас мы находимся в районе сильного сопротивления. Именно отсюда еще вчера можно было наблюдать активность медведей. То есть, мы видели действительно серьезные объемы на продажу. Это говорит как раз таки о том, что, возможно, именно с этих уровней мы видим откат. Насколько он сильный будет, это, возможно, будет 2040 пунктов, возможно, будет 2020 пунктов. Но, тем не менее, на мой взгляд, локальный откат будет даже скреп полезен для рынка, для перспективы дальнейшего роста. Именно поэтому я предлагаю от 53-х открывать шорт. Бежать впереди паровоза не нужно. То есть, не нужно открывать прямо сейчас до 60-го уровня. И если он будет перебиваться, пожалуйста, заходите. Спасибо большое. Это была ставка нашего технического эксперта. Ну что ж, предлагаю тогда не медлить и перейти к ставке нашего фундаментального эксперта, а после обсудить. Итак, Александр, ваши две минуты пошли. Я предлагаю сыграть в расхождение нефтяного спреда. Вы все слышали, что СИНА США намерен одобрить, однако это еще не вылилось в закон, экспорт нефти на глобальные рынки. Поэтому спред между WTI и Brent сейчас сошелся. Я предлагаю поставить на то, что он вернется к своим стандартным границам, а в частности купить этот спред от текущего соотношения 1,05. То есть на текущий момент Brent дороже на 5% WTI. И многие на рынке полагают, что этот спред сойдется обратно к единице. До первой волны кризиса в 2008 году как раз единица и была. Однако последние 4-5 лет спред находился выше 1,1. Мотожидание, поэтому мы имеем в сторону схождения спреда к своему среднему. То есть я предлагаю покупку сорта Brent и продажу сорта WTI как способ заработать на скользящих средних и силах их сближающих. А средняя находится выше, чем 1,05 на данный момент. Спасибо большое. Это была ставка нашего фундаментального эксперта. Вот накануне буквально мы видели опять же историческое практически событие, когда WTI стал дороже Brent буквально на краткие секунды, но тем не менее превышало. Сейчас тоже сходится практически вот этот спред. В чем, скажем, смысл вот такой позиции, которую вы сегодня предлагаете? Все очень просто. На самом деле нефть WTI, она более качественная, это знают игроки. Разные же свойства у нее. Да, да. WTI более качественная, однако там есть транспортная составляющая. Несмотря на то, что нефтянкой занимаются, еще раз я подчеркиваю, буду подкалывать дети американских конгрессменов и вице-президентов. Несмотря на то, что они этим занимаются, транспортировать нефть по своему желанию в Европу без транзакционных издержек невозможно. Поэтому расхождение между WTI и Brent все равно будет оставаться. И на то, чтобы этот спред сошелся до единицы и даже наоборот, как он ранее был 0,9 до 2006 года, на это требуется время. Поэтому я полагаю, что такие процессы так быстро не происходят и предлагаю заработать на том, что Brent все же еще в этом году останется дороже, чем WTI. Поэтому силы, которые работают на минревершен, на схождение к среднему, будут приносить вам прибыль, если вы войдете в эту сделку. Покупка Brent, продажа WTI означает, что вы можете поставить стоп на соотношение 1,02, это минус 3%, и тейк профит на соотношение 1,08, это плюс 3%. Казалось бы, это один к одному, но еще раз мы от ожидания будет в вашу сторону, если вы это сделаете. Но в таком случае какой нормальный спред? Вот вы говорили о том, что 0,9 до 2006 года, а после этого? Нет понятия, к сожалению, Елена, нормальности спреда. Рынок последние годы привыкал к тому, что спред и многие хедж-фонды потерпели существенные убытки на спреде, когда он расходился до 1,12. И в целом нормальное соотношение последние 3-4 года – это 1,10-1,13. Сейчас это соотношение, напоминаю, 1,05. Если вы верите в то, что фундаментальный дисбаланс не меняется за 1-2 недели, это неплохой трейд. Ну что ж, Владимир Путин также сегодня делает заявление относительно нефтяных котировок. И вот, в частности, цитата. Владимир Путин назвал прогноз среднегодовой цены на нефть в 50 долларов за баррель. Слишком оптимистично и сказал, что может потребоваться корректировка бюджета страны. Кирилл, вот нефть опять у нас в центре внимания. Давайте немножечко про нее. Как вы смотрите на спреды? Вообще они интересны? Вы с технической точки зрения их торгуете? Да, конечно, торгуем. Спреды, тем более, можно рассмотреть не только на commodities, но, собственно говоря, практически на любом рынке. Можно рассмотреть даже спреды между... Ну, есть пример тогда, может быть, на финансовом рынке? Bank of America, CC Group. А в чем смысл такого спреда? Объясню. Или давайте рассмотрим такой пример, который уже имел место быть. Это Chevron или DGP. У них не так давно было расхождение хорошее. Суть в чем, это компания примерно с одинаковым бизнесом, примерно одинакового объема. У них примерно одинаковая выручка. Бывают, складываются ситуации какие-то, допустим, аварии в Мексиканском заливе, когда у какой-то компании происходит некий непредвиденный форс-мажор. Ее котировки резко падают. Далее. Проходит какое-то время. Мы наблюдаем некоторый дисбаланс между данными котировками. Он, наблюдая, как раз-таки выражен, как сказал Александр, в расхождении спреда. Далее. Какой-то крупный фонд, крупный игрок хочет зайти в акции компании, которые относятся к нефтяному сектору. При прочих равных он выберет ту компанию, которая стоит сейчас дешевле, которая недооценена по отношению к рынку. Если мы посмотрим на общую динамику, та компания, у которой был форс-мажор, при этом у нее сохранилась выручка, у нее та же капитализация, примерно даже соотношение долговой нагрузки, то, разумеется, она будет выглядеть интереснее. Именно поэтому ее стоит покупать. В то же время, если мы хотим подстраховаться, вдруг пойдет что-то не так, мы можем продать компанию, которая в данный момент стоит дороже. Таким образом, мы строим спред. То есть это больше такая хеджевая позиция, нежели спекулятивная? Отчасти да, но скорее это просто может отнести к типу торговли, которую можно назвать как дельта-нейтральная стратегия. То есть в данном случае мы не ориентируемся либо на рост, либо на падение рынка. Мы именно ориентируемся на схождение спреда. И это обязательно должны быть сопоставимые компании, либо сопоставимые, например, сырьевые ресурсы и прочее, для того, чтобы спред сработал? В большинстве случаев пара формируется, разумеется, из активов, которые имеют высокую степень корреляции. Это может быть, например, и сырьевой товар, как бренд WTI, золото, серебро, Банков Америка, JP Morgan, Chevron, Exxon. То есть примеров можно привести на самом деле массу. А насколько, Александр, дорого обойдется вам вот такая позиция по спреду в бренда WTI? Мы говорим на текущий момент. К сожалению, ETF-ов удобно. Это выполняющих я так быстро не нашел. Есть ETF-ы на бренд отдельно, есть ETF-ы на WTI, но у них там есть определенные ограничения, поэтому через ETF-ы, наверное, это не вариант, хотя вы знаете, что фьючерс сейчас достаточно доступный, даже на российской бирже вы можете это исполнять. Единственное, есть проблемы с WTI. В чем смысл данной операции и ее сложность? Да, в принципе, смысл как раз-таки на... Вы видите, яблоки на соседних рынках, они похожи, значит, одни дороже, другие дешевле. Вы купили и продали, и все. А сложности никакой, вам просто необходим доступ к фьючерсному счету. Никаких сверхкомиссионных вы не заплатите? Более того, кэри вы ничего не заплатите, поскольку контанга в этих фьючерсах примерно одинаковая к стоимости своей позиции. Спасибо большое. Вот сейчас как раз Игорь Сичин говорит о том, что уровень добычи нефти в текущем году составит, примерно будет на уровне прошлого года. Я напомню, что на этой неделе за команду фундаментального анализа борется Александр Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investments, а за команду технического анализа выступает Кирилл Муравьев, управляющий партнер хедж-фонда Anchor Capital Management. С вами были «Рынки позиций» Елена Хрупова. Не переключайтесь, всем доброго.